Союз журналистов Тувы Столетие Союза журналистов России Награждается Иргит Лидия Федреевна Член Союза журналистов России 1983 года Также решением правления Союза журналистов Тувы Дипломами и почетными грамотами За профессионализм и творческие достижения В 2018 году отмечена Главный редактор радиостанции Голос Азии Ольга Вазовикова Которая также была удостоена благодарности Главы правительства региона Конечно всех журналистов поздравляю с праздником Это такой один Единый общий день для нас всех И для печатников, для теле- и радио- журналистов День 13 января Когда впервые Петром Первым Очень давно была выпущена первая газета Ведомости, поэтому этот день наш общий праздник И в этот день мне было очень приятно Получить благодарность Главы Республики Тува за многолетний Добросовестный труд Здесь вот так написано В системе телевидения и радиовещания С профессиональным праздником Журналистов поздравил и глава Тувы Шалбан Караол Сказав, что во все времена печать была посредником Между властью и гражданами Рупором общественных и личных мнений Источником полезной и актуальной информации Я в этом вижу особый смысл Прежде всего в развитии общества Потому что объективное средство массовой информации Информирование общества Вообще говоря, принципиальные те моменты Связанные по работе средств массовой информации Конечно же, являются основой демократии Высшие награды профессионального сообщества Звание «Заслуженный работник Тувы» За большой вклад в развитие журналистики удостоено В этот день свои членские билеты получили 13 человек Которые были приняты в Союз журналистов России 14 декабря прошлого года На сегодняшний день в Союзе журналистов Тувы Насчитывается 116 человек Напомним, что день российской печати Отмечается 13 января Согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР От 28 декабря 1991 года В этот день, 13 января 1703 года В Москве вышла первая русская газета По указу российского императора Петра I Ребята, ура! Ура!